Небезопасная дорога И почему жители сразу двух районов Бийска боятся отпускать детей в школу? Гуси или караси? Одна из управляющих организаций Бийска поплыла, причем в прямом смысле слова. Компания, которая обслуживает жильцов, сегодня сама ждет помощи. Деньги разлетелись по дороге. И что сделал бийчанин с найденными наличными? Итак, мы начинаем. До начала нового учебного года остается совсем немного времени. Родители продолжают собирать детей в школу. Сегодня к нам в редакцию обратилась мама второклассника. Он учится в 40-й школе Бийска. Девушка крайне недовольна дорогой, которая ведет в учебное заведение. Путь небезопасный. Приходится идти по проезжей части, а в некоторых местах нужно выходить либо на середину дороги, либо шагать по мусору. Вот она у нас, дорога. И пошел ребенок в школу. Где идти? Как идти? Идет в школу. Может, дойдет, может, не дойдет. И о какой безопасной дороге в школу может идти речь, сообщает бийчанка. Рядом с 40-й школой нет тротуаров и освещения. Дети до учебного заведения, проживающие в районе стадиона «Прогресс», добираются по проезжей части. В ближайших выпусках информационной программы «Будни» мы обязательно вернемся к этой теме. Вот так вот очень медленно у нас тут проезжают машины, когда дети идут в школу. Хорошо, что машина одна. Бывает, они могут ехать и по одному направлению дороги, и по другому направлению дороги. Вот такая вот у нас вкусность. Школьная территория. Замечательно. Бийчане, проживающие в районе табачной фабрики, тоже боятся отправлять детей в школу. Буквально в пяти метрах от учебного заведения находится свора бродячих псов. Собаки мало того, что пугают местных жителей, так еще и разгуливают на территории школы. А это также небезопасно. Кроме этого, тревогу вызывают наваленные друг на друга бетонные плиты, которые могут покатиться в любой момент. Подробности расскажем далее в сюжете. Улица Метелева одна из самых неприметных в Наукограде, но при этом достаточно оживленная. По этой дороге бийчане добираются до остановки, ходят в больницу и школу. Небольшой участок у местных всегда вызывал тревогу. Люди рассказывают, что в кустах несколько лет назад было совершено преступление против половой неприкосновенности. А еще на этих плитах любят проводить время подростки. На прошлой неделе здесь приступили к наведению порядка. Срезали кустарники и тем самым обнажили еще несколько проблем, которые требуют оперативного решения. Потому как речь идет о безопасности, в том числе и детей. Сотрудники предприятия нам пояснили, что убирать бетонные нагромождения не собираются. Так как плиты находятся за пределами забора. Сегодня в прокуратуру Бийска мы направили официальное письмо с просьбой найти ответственных лиц и обязать их вывести плиты. А еще под этими плитами обитает свора бездомных псов. Собаки живут и размножаются здесь, а гуляют на территории учебного заведения. У меня внук ходит в 20-ю школу. И если он идет из школы, я не встречу. Собаки нападают, потому что нас предупреждали на вахте. И были случаи, укусили ребенка маленького. Инициативная группа уже направила в управление ЖКХ заявку на отлов бродячих собак. До начала учебного года животных должны определить в приют для бездомных. Тогда проблемы, которые долгое время беспокоили жителей округи, будут решены. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, «Будни». Фальшивая пятитысячная банкнота попала в инкассаторскую сумку. Накануне сотрудники банка сообщили в отдел полиции об обнаружении купюры с признаками подделки. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что фальшивая банкнота номиналом 5000 рублей попала в отделение кредитно-финансовой организации из центра приема коммунальных платежей, расположенного в соседнем городе. Поддельный денежный билет был обнаружен при пересчете наличности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в учреждении, где формировалась инкассаторская сумка, камеры видеонаблюдения, а также приборы для проверки подлинности купюр отсутствуют. В настоящее время банкнота изъята. Там назначена техника криминалистическая экспертиза. Отметим, что на территории Алтайского края уже изымались несколько купюр со схожими серией и номером. Полицейские напоминают, что если вы своевременно не распознали подделку и случайно стали обладателем такой купюры, не пытайтесь ее сбыть. Это уголовно наказуемое деяние. Необходимо в кратчайшие сроки сдать фальшивый денежный билет в полицию и сообщить обстоятельства ее получения. Вы смотрите информационную программу «Будни», и мы продолжаем. И вот о чем мы расскажем дальше. Гуси или караси – одна из управляющих организаций БИСКО поплыла. Причем в прямом смысле слова. Компания, которая обслуживает жильцов, сегодня сама ждет помощи. Деньги разлетелись по дороге. И что сделал бейчанин с найденными наличными? АЭС Финанс. Тариф поддержка. Сбережение по 13% годовых. Бесплатные юридические консультации для членов кооператива. АЭС Финанс. Мебель Виль. Сеть крупнейших мебельных магазинов. Кухни, детские, спальни, диваны, гостиные, прихожие в наличии и под заказ. Всю мебель можно приобрести в рассрочку на два года. Постоянно проходящие акции помогают обновить мебель в доме и сэкономить семейный бюджет. Мебель Виль. Улица Краснооктябрьская, 27. Когда заветная мечта становится целью, нужна надежная опора. КПК «Зенит» дает такую возможность. Разместите свои сбережения под 13% годовых. Воплощайте мечты и добивайтесь целей. КПК «Зенит» приумножит, сохранит. КПК «Зенит». Информационная программа «Будни» и мы продолжаем. Гуси или караси? Одна из управляющих организаций «Бийска», расположенная в подвале девятиэтажного дома, решает, чем заняться, когда талы и дождевые воды затапливают офис. Для того, чтобы снять наш следующий сюжет, оператору пришлось переобуться в резиновые сапоги. А журналист вспомнила, как делать бумажные кораблики. Подробнее расскажет Марина Волкова. Ей слово. Среда 10.00. Время приема посетителей. Но посетитель сегодня в управляющей организации один. Ливневая вода. И вместо того, чтобы принимать заявки на сантехнику, электрику и так далее, сотрудники управляющей организации собирают воду. Мебель разбухла, вышли из тройкомпьютеры. Работа бухгалтерии и диспетчерской парализована. Идут ливневые воды к нам. Сколько раз обращались в администрацию, в тепловые сети, в водоканал, в администрацию города. Везде говорят, что это не наше. Собрали вчера воду, остатки. И буквально на наших глазах пошел ливень, и вся вода пошла по новой. И вот опять затопление. Со вчерашнего дня вода не ушла, а была она сантиметров около 10. Офис, расположенный в подвале дома, 197-1 по улице Советской, топит постоянно с мая пятый раз. Сумму убытков только весной превысили 100 тысяч. Директор управляющей организации рассказывает, что самыми популярными шутками среди сотрудников стали предложения развести в офисе карасей или гусей. Раз уж на работе в резиновых сапогах вынуждены ходить. Ну, вспомнили детство, запускаем кораблики. Вот он плывет. Видите, как хорошо. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Но после ливня, что прошел накануне, здесь собрали 40 ведер воды. Сколько соберут сегодня, пока неизвестно. И все вручную. Водоканал сказали, у нас такой техники нет. Я говорю, ну, за плату. Они говорят, и за плату нет. Искали насос погружной. Там нужно, чтобы было 5 сантиметров высота. То есть она вот такую жижу брать не будет. Это вот просто-напросто вручную опять все собирать. Виновница всех бед. Огромная лужа отсюда. По коммуникационным каналам вода стекает в подвал дома 197-1. И однажды эта лужа уже была героиней нашего сюжета. Тогда в управлении ЖКХ нам пообещали, что после завершения ремонта соседнего двора проблема будет рассмотрена. Прошло больше месяца. Наша лужа превратилась в море. Не то в лужу. У нас затопило все подъезды. Первый, второй, третий. Домов по Советской 197 и 197-1. Мы не могли выйти вообще из подъездов. Затопило все полностью. Машины стояли у нас у подъездов. Люди не могли к ним подобраться. Полностью до колес. Все колеса полностью были. Все теплосистемы, все люки канализационные. Все было затоплено. Детская площадка наших домов была полностью затопленная. По словам жителей и сотрудников управляющей организации, в домах, стоящих на берегу лужи, появились блохи. В подвалах частыми гостями стали крысы и мыши. Ремонтные работы в соседнем дворе практически завершились. Но вот ливневка здесь не была запроектирована. Снова звоним в администрацию. Надо водоприемное сооружение в виде соги поставить. 50-кубовое ориентировочно по объему. И приблизительно для обслуживания по откачке. Ну раз, наверное, полгода, может где-то раз в год обслуживайте ее в виде откачки воды. Это, как правило, в летний период, если какие-то интенсивные осадки. И в весенний период после исхода снега. Цена вопроса строительства такого отстойника, включая земляные работы, от 15 до 20 тысяч. Если раскидать на несколько прилегающих домов, сумма вроде бы и небольшая. Для сравнения, косметический ремонт подъезда девятиэтажного дома стоит почти 150 тысяч рублей. Так что выход из лужи общими усилиями найти можно. Марина Волкова, Андрей Сегаев, Будни. Модернизация в медицине в ближайшие три года. Как заявил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, в этой сфере ожидаются большие перемены. БИИСК сегодня является одним из самых крупных межрайонных центров в регионе. Поэтому и внимание к учреждениям здравоохранения тоже пристальное. Главная задача сделать медицинскую помощь не только доступной, но и качественной. Медицинские технологии, которые могут и должны здесь быть, они появились. Пример, я думаю, мы в этом году все-таки реализуем на базе городской больницы, это появление инвазивного центра. И, по сути дела, жители вот этих территорий, города Бийска, и 13 территорий закрепленных, могут получить эту медицинскую помощь в Бийске, не в городе Барнауле. Это достаточно высокие технологии, которые мы адаптируем на территорию города Бийска. Сегодня в центральной городской больнице Бийска полным ходом ведутся ремонтные работы. Уже известно, что новое отделение будет открыто, где ранее проходили лечение больные с эндокринными заболеваниями. Для жителей Бийска и соседних районов это шаг вперед. С появлением нового вида оказания помощи отпадет необходимость возить пациентов с острыми корональными синдромами в краевые клиники. На перевозку больного в Барнаул уходит очень много времени. Одна только дорога занимает порядка двух часов. А с сердечно-сосудистыми заболеваниями на счету каждая минута. Именно поэтому в Бийске на базе центральной городской больницы принято решение открыть отделение кардиохирургии. Герой нашего времени в районе АТС-4 разлетелись наличные. Там была 21 тысяча рублей. Кто-то потерял, ну а кто-то нашел. Не так давно в нашем городе произошел случай, который заставил соцсети пошуметь. И почти каждый попытался поставить себя на место главного героя. Эдуард Кирьянов ехал по дороге и из впереди едущей машины выпало портмоне с деньгами. Сначала он попытался посигналить и привлечь внимание потеряшек, но все это было безрезультатно. Пришлось выйти из машины и собрать все, что уже успело разлететься по дороге. А именно 21 тысячу рублей, а также банковские карточки. Дальше, не раздумывая, Эдуард отправился в отделение полиции, где составили заявление. В итоге находка вернулась хозяину, а бийчанин получил благодарственное письмо за взаимодействие с органами внутренних дел, активную гражданскую позицию, высокие моральные качества и участие в профилактике и предупреждении правонарушений на территории Бийска. Дома отреагировали вполне спокойно. Да они восприняли это на самом деле как должное. Мне кажется, любой из членов моей семьи поступили точно так же. Я так уверен. И пришло время рассказать о погоде. Спонсор прогноза погоды – торговый дом «Строймир». Затеяли ремонт? Тогда быстрее в магазин «Строймир». В нашем новом торговом зале вы найдете все для ремонта и строительства. Совершите покупку от 2000 рублей и участвуйте в розыгрыше автомобиля. «Строймир». Яминская, 40 и Мамонтово, 22. Телефон 32-55-88. Итак, завтра, 22 августа, в Бийске будет облачно. Ожидается дождь, ветер восточный слабый, но он сменится с северо-восточным. Атмосферное давление низкое, влажность воздуха и утром, и вечером будет высокой. Магнитное поле Земли спокойное и температуре ночью плюс 14, плюс 16, днем достаточно тепло и комфортно, плюс 18, плюс 20. Что ж, это все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь и желаю вам приятного завершения этого вечера. Будьте здоровы, ну и, конечно же, друзья, несмотря ни на что, улыбайтесь чаще. И мы напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях, в группах «Бийск мой город», на канале YouTube, а также на сайте газеты «Бийский рабочий» bevo.ru. Всего доброго, счастливо, пока, еще увидимся.